Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать дегустацию своих гибридов, которые получил от свободного опыления сорта Зорка. Это вот это вот яблоко. Оно более-менее по окраске похоже на Зорку. Начали уже грызть шершни и решил снять яблоко. Получается, такого позднелетнего срока созревания или раннеосеннего. Внешне похоже на Топаз, мне кажется, или на Редкрафт. Листья похожи на Редкрафт, поэтому сложно сказать, какой второй родитель. Родитель первый – это Зорка, конечно же. И вот еще яблоко тоже от Зорки получено. Страшное, потому что вот здесь вот это вот сделал пилильщик яблоневой весной, когда еще завязи были. Вот это вот филостиктос, ямка вот такая, то есть поражение. Вот это вот запятовидная такая деформация. Это уже генетическое такое изменение. Возможно, в следующем году эти яблоки будут поинтереснее. Покрасивее, надо посмотреть. Но в целом у него культурность не такая высокая, как у этого Сейнса, поэтому я вот больше рассчитываю на вот этот вот Сейнс. И хочу попробовать. Вот сегодня буду первый раз пробовать. Интересно, какой у него вкус. Очень хрустящая. Я даже не ожидал просто, как вот такой хруст. И, к сожалению, яблоко не созрело. Не созрело яблоко. И получается у него вкус, как у топаза. Такая же, как у топаза. Очень хрустящая мякоть. Такой же кисленький такой вкус. В принципе, и на редкрафт немножко похоже. Но больше топаз я чувствую. Потому что у топаза именно такая кислинка, вот типа лимонная. Лимонад. Самой зоркой такой мякоть и нету. Хрустящая. Вимон-то. Вимон-то может быть типа такой, но тоже другая. Очень интересный вкус. Кисло-сладкий. Мякоть просто сказка. Сочная, хрустящая. Откалывается вот такими прям кусками. Ну, я считаю, что прям очень хорошо. Надеюсь, что в следующем году будет побольше яблок. Сделаем дегустацию. Первые впечатления у меня такие, что это будет сорт, действительно. Притом, что устойчивость к парше, устойчивость к мучнистой рассе. Зимостойкость у него вроде такая хорошая, но подмерзаний никаких нету за 6 лет. На шестой год вот было плодоношение первое. Надеюсь, что это будет супер сорт. Посмотрим, конечно, что будет дальше в следующем году. А там уже, может быть, и саженцы пойдут. А это второй сенец зорки. Ну, тоже не созревший. Но у него тоже очень хрустящая мякоть. Я уже просто пробовал. И вкус очень хороший. Такая вот очень сочная, хрустящая мякоть. Сами яблоки такие плотные. Вкус кисло-сладкий. Очень приятный. Тоже очень хороший вкус. Они еще полностью не созрели. Им бы еще, конечно, месяцок полежать. Тогда они станут прям... Ну, еще через месяцок и снимем, потому что яблоки есть такие. Но вот этого яблока уже больше нету. Вот. И я думаю, что все-таки не летний сорт, а осенний. Осенний. Они хорошо окрашиваются. Просто такие темные. И кажется, что они созрели. А на самом деле нет, еще не созрели. Но есть уже можно. Вкус хороший все. Но должны полежать. Может быть, хотя бы до ноября полежат. И будет вкус гораздо лучше, как у топаза. Топаз у него тоже с дерева так себе. Ну, вкус. Ну, нормальный, но нет. Не очень. А в марте месяц, в апреле он становится просто сказочный вкус. Ну, все, друзья. Вот эти вот плоды будем пробовать попозже. Я сделаю обзор груш, яблок. Все. На этом пока. Продолжение следует.